В осеннюю пору организм человека становится наиболее подвержен различным болезням. Этому способствует резкая смена погоды, низкие температуры, влажность и ветер, которые могут влиять на иммунитет и провоцировать обострение различных хронических заболеваний. Об осенних отариноларингических болезнях расскажет врач отариноларинголог Слонимской ЦРБ Лилита Жуланова. Если лечить насморк, он проходит через 7 дней. Если не лечить, то через неделю. Эту шутку лору врачи считают очень вредной. Люди, как правило, слишком легкомысленно относятся к заболеваниям ушей, носа и горла и сами доводят дело до осложнений. С наступлением осенней слякоти и холодов насморк и простуда являются постоянным спутником многих людей. Кажущиеся несерьезными заболеваниями приводят к осложнениям при неадекватном и некорректном лечении. И запущенный ренит попросту насморк приводит к такому осложнению, как синусит. Синусит – это острое воспаление придаточных пазух носа. Как раз-таки пик заболеваемости синуситом приходит на осенне-зимний период. Причины – предрасполагающие факторы. Основной причиной острого синусита является острые респираторные вирусные инфекции, которые чаще всего сопровождаются острым насморком. Среди предрасполагающих факторов можно отнести хронические заболевания, в частности носа и околоносовых пазух. Это смещенная носовая перегородка, хронические рениты, хронические синуситы, полипы полости носа, полипы пазух, аденоидной вегетации и другие заболевания. Симптомы гайморита. Это заложенность носа. Выделение из носа на первых парах прозрачное, а потом желтый и зеленый, когда присоединяется бактериальная флора. Болезненные ощущения в области носа и в области проекции околоносовых пазух. Иногда болеть начинает не конкретное место, а вся голова в целом. Если нос очень сильно заложен, то возможен гайморит без насморка, то есть без выделения, что само по себе является неблагоприятным прогностическим признаком. Из общих симптомов можно выделить повышение температуры, слабость, недомогание, плохой сон, снижение аппетита. Клиническое течение острого гайморита может эволюционировать в нескольких направлениях. Спонтанное выздоровление. Это бывает при легком синусите, который чаще всего сопровождает насморк, при повышенном иммунитете, при низкой вирулентности микроорганизмов, при отсутствии хронических заболеваний верхних дыхательных путей. Дальше выздоровление, наступившее в результате адекватного лечения. Третий путь развития – это хронизация процесса, когда острый синусит переходит в хроническую форму. Этому способствует высокая вирулентность микроорганизмов, сниженный иммунитет, наличие хронических заболеваний верхних дыхательных путей, бронхоликочной системы, в частности полости носа и околоносовых пазух. Осложнения острого гайморита могут возникать в результате тех же причин, которые вызывают хронизацию процесса. Чаще всего эти осложнения возникают гематогенным и лимфогенным путем и касаются прежде всего внутричерепных осложнений. Это менингит, абсцессы мозга, синус тромбозы, сепсисы. Из локальных осложнений сюда можно отнести флегмона пароорбитальной клетчатки, флегмона орбиты, ретромандибулярные области, лица. Диагностика гайморита основывается на клинических данных на осмотре пациента на инструментальных методах исследования. Что касается лечения гайморита, лечение может назначить только квалифицированный специалист. Можно выделить консервативное лечение, то есть медикаментами, и оперативное. Сюда относятся прокол либо пункции верхнечелюстных пазух. Процедура проводится под местной анестезией, практически безболезненной, и при своевременном ее выполнении обходится практически без последствий. Отдельно хочу сказать о самом лечении. Процедура типа прогревания, которая очень популярна среди нашего населения, на первых парах заболеваний является эффективной. Но в последующем, когда присоединяется болевой синдром, может вызвать ряд осложнений. Профилактика гайморита – это своевременное лечение острых респираторных инфекций, которые сопровождаются остеомаринитом, незапускание их, и лечение хронических заболеваний верхних дыхательных путей, в частности полости носа и придаточных пазух носа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова